Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, отчего происходит уныние. Уныние происходит из-за умоления добра. Бог – источник радости и счастья в этом мире. Человек, пребывая в раю с Богом, Адам и Евой, первые люди были абсолютно счастливы всегда, каждое мгновение своего существования. Человек в условиях падшего мира, лежащего в грехе, уже как вот царь и порог Давид, скорбно восклицает, в грехе сих родиме, мать и моя, ему это уже тяжело. Действительно, горе проникает, смерть потихонечку в мире торжествует, и хотя Господь ее победил своим воскресением, мы через последствия для нашего тела этой смерти или через собственные грехи от Бога отдаляемся. И чем дальше мы отдалились от Бога, тем проще нам в уныние попасть. Это уныние может быть замаскировано, это как вот если у человека сильное раковое поражение организма, он может этого не чувствовать, если это забить сильными обезболивающими, с каким-то, возможно, наркотическим эффектом. Человек мучает боль, а ему наркотическое средство, не лекарственное, просто на обезболивающие дают. И человек под легким кайфом находится, и это облегчает, возможно, последние дни, месяцы его жизни, когда уже необратима ситуация. Или человек все-таки есть надежда на то, что он выздоровеет, и поэтому ему дают сильное обезболивающее, он готовится к операции, проходит всякие анализы, чтобы потом это удалить. Точно так же и наше уныние, чем больше грех в нашей душе нарастает, тем оно становится сильнее. Но, возможно, человек его не замечает, не замечает какое-то время или какие-то периоды времени. То есть человек может очень грешить, он берет, ворует, убивает, любые противонравственные грехи совершает, и ему тоже кажется, о, как жизнь весела. Но наступает момент, и вот этот некоторый анабиоз, это некоторое наркотическое состояние, которое греховное удовольствие дает душе, пропадает, и человек чувствует пустоту и начинает унывать. И тоже он может либо идти каяться ко Господу, либо, наоборот, ему надо снова грехом восполнить. Поэтому уныние, оно берется от умножения греха, потому что уныние отдаляет нас от любви, отдаляет нас от радости. А и самое главное, оно еще заставляется сосредоточиться только на себе любимом. Именно поэтому апостол Павел к посланию Галатам в шестой главе нам говорит в девятом стихе «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вот ты думаешь, ну ладно, батюшка, хорошо пояснил, от греха, от злых дел, от злых мыслей, от страстей вот уныние приходят. Ну, даже, да, батюшка более-менее пояснил, что вот почему же я беру, грешу, а вроде в этот момент не унываю. Ну, понимаю, наркотический эффект, но а что же делать? Вот я беру, добрые дела делаю, а все равно унываю, пытаюсь справиться с унынием, делаю добро. Апостол Павел говорит, не сдавайтесь, делайте добро, не ослабевайте, и вы пожнете результаты этого. Тут, конечно, можно тоже приуныть и думать, ой, ну вот как Господь сказал, радуйтесь, веселитесь, як и награда ваше много на небесах, да, вот эти замечательные евангельские слова. Ну, а как же до этого, до Царства Небесного продержаться? Конечно, я радуюсь, что Господь, возможно, меня в рай потом возьмет, а может не возьмет, я же такой человек грешный. А сейчас-то мне как не унывать, что делать? Только и ждать, пока умру и в Царствие Небесное попаду. Нет, апостол Павел здесь вовсе не говорит, можно сказать, апостол же, он ничего нового не добавляет к словам Христа непосредственно. Но он поясняет их. И этим стихом апостол Павел поясняет, что вот этот момент, когда мы пожинаем плоды, это не только попадание в Царствие Небесное. Этот человек, да, у него могут продолжаться и болезни, и какие-то скорби, и проблемы от окружающих людей, но все равно, если он делает добро, если душа его приближается к Богу, то душа обязательно почувствует эту любовь Божию. И почувствовав любовь Божия, это уныние, оно рассеется, уже радость высияет в душе, несмотря на все окружающие проблемы. Лукавый нам говорит, сгорел сарай, гори и хата, тебе плохо, ты заболел, тебя уволили с работы, тебя несправедливо обидели, против тебя строят козни. Вот какой ты несчастный, вот плохо твоему телу, ну давай еще душе сделай плохо, сделай уныние. А Господь говорит, нет, нет, вокруг тебя действительно мир, лежащий во зле. А Царствие Божие, помните эти замечательные слова, внутри вас есть. И вот если Царствие Божие, мы укрепляем его границы, вот эти стены, вот Царствие Божие, которое внутри нас проявляется через добрые дела, то радость в нашей душе будет, несмотря на все окружающие испытания. А Господь видит, что мы не слабеем, и эти испытания нас не отвращают от Него, а безнательно нас вознаградит тем, что не только радость в душе нашей появится, но и вокруг нас, в самых обычных, повседневных вещах, тоже Господь нам даст точку радости и опоры.